здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте джумала сенсей 106 урок давно я не записывал бесплатных уроков в данную рубрику появилась идея создать такой заголовок значит быстрый лендинг за 60 минут конечно же такой лендинг так быстро можно сделать в случае когда у вас все готово готовы тексты готовое изображение нужного размера и примерный вид лендинга как должно что быть учитывая все это что у вас все по-другой сам процесс создания лейдинга может занять достаточно короткое время и так как джумал сенсей является бесплатным направлением то есть используется по максимуму все все что есть бесплатное я для примера сделал лендинг классического вида то есть это у нас первый экран как правило призыв к действию какой-то текст красивая картинка кнопка возможно форма внизу идет какое-то перечисление иконки например 5 причин но в данном случае здесь три потом идет parallax background вы это видите фон закреплен задний и движется наш сайт также три бокса и футур и конечно же это все сопровождается интерактивной анимацией то есть вот так вот красиво выезжать заголовок здесь также красиво появляются иконочки и выезжают блоки и это все можно сделать абсолютно бесплатно да конечно же функционал будет ограничен потому что мы будем использовать бесплатное расширение с ограниченным функционалом но она официально бесплатная последняя версия если у вас ограничение финансах и ограничение функционала для лендинга не особо будет вас затруднять потому что даже если мы не сможем сделать такой лендинг как нам нужно из-за ограничения функционала мы всегда можем воспользоваться готовыми модулями то есть в компоненте предусмотрено размещение модулей на страницу этот модуль может быть как какой-то калькулятор какая-то галерея и так далее то есть все то что нам может недоставать в нашем лендинг пэдж наше одностраничном сайте речь сейчас идет о компоненте sp-пэдж-билдер достаточно популярный компонент на нем и будем делать лендинг у нас сразу будет адаптивный мы сразу можем это видеть то что у нас в мобильной версии будет все хорошо смотреться блоки будет выстраиваться так как нужно в данной сборке также участвует шаблон на helix 3 также бесплатный но я практически здесь не задействую тут все отключено и здесь вы сейчас видите абсолютно чистый функционал именно компонента sp-пэдж-билдер то есть кто не знает напоминает компонент для построения контента а другими словами для создания лендингов сразу хочу предупредить я буду достаточно быстро все объяснять потому что я хочу направить эти уроки уже не для совсем новичков то есть те люди которые уже знают хотя бы приблизительно чуть-чуть уже джуму то есть умеет устанавливать джуму на хостинг на денвер то есть у меня уже заготовлены чистая джума соответственно вы знаете где скачать эту саму джуму с официального сайта бесплатно да не прибегая каким-то левым сайтом чтобы потом не выхватить какие-нибудь сторонние скрипты ссылки вирусы все я призываю качать абсолютно официально то есть сейчас вы подготовьтесь я вам просто напомню вот сайт разработчиков здесь вы качаете последнюю версию sp-пэдж-билдер на данный момент записи урока версии компонента 235 то есть это официально бесплатный релиз предупреждаю вас чтобы скачать отсюда компоненты шаблоны здесь нужна регистрация я упростил вариант и запаковал в один архив и компоненты шаблон который будет использоваться в уроке и без регистрации чтобы вы могли скачать его скачать вы сможете на моем сайте ссылочка будет в описании под этим видео также вы должны скачать будете вот этот популярный шаблон бесплатный если будете качать отсюда топ когда вы перейдете в template вот можно перейти здесь в ссылке helix 3 найти этот шаблон перейти в шаблон вам предложить скачать квик-старт он не понадобится и темплей вот вы качаете именно template ну или же с моего сайта я на локальном хостинге установил абсолютно чистую джуму вы сейчас это видите и давайте приступим к работе я перехожу в админку то есть соответственно вы уже оставить урок на паузу и ставите тоже чистую джуму здесь сразу давайте все делать аккуратно чисто вот у нас есть уже включенный модуль да все это лишняя нагрузка мы это все сейчас отключим я буду делать все по полочкам переходим расширение менеджер модулей сразу видим включенные модули ставим галку выделяем все снять с публикации все у нас все отключены ким модуль у нас не включены теперь нам нужно установить шаблон и компонент переходим расширение менеджер расширений если вы скачаете архив самого сайта не устанавливать его сразу потому что там и шаблон и компонент сначала нужно распаковать архив и вы получите два архива шаблоном и с компонентом сначала я установлю шаблон перетаскиваю просто его сюда загрузить и установить далее я перетаскиваю компонент загрузить и установить итак мы это все сделали мы теперь переходим расширение менеджер шаблонов вот наш шаблон смотрите мы там кое-что будем удалять некоторые блоки поэтому чтобы сохранить оригинал вдруг он нам понадобится мы ставим галочку напротив и я нажимаю здесь кнопку дублировать пускай у нас будет дубликат шаблона дальше я теперь ставлю звездочку напротив шаблона helix чтобы теперь он был по умолчанию идем на сайт сразу смотрим мы видим что он активировался нам здесь в данном случае не нужен будет ни логотип не меню не вот это вот слово home не копирать нам у нас должен появиться чисто белый лист на котором мы будем строить уже свой контент для этого я перехожу в helix 3 шаблон переходим на вторую вкладочку точнее переходим на третью вкладку здесь у нас есть инструменты с помощью которым мы можем управлять блоками модульными позициями шаблона вот смотрите у нас здесь есть такая серая полосочка наверху это у нас верхняя эта позиция до топ бар здесь есть кнопка remove удалить на нее кликаем и подтверждаем действие удаляем этот блок нажимаем сохранить обновляю страницу видно что теперь исчезла верхняя полоска то же самое я удаляю меню конечно не обязательно это делать вот именно remove в меню вы можете зайти вот здесь по шестереночки и вот нажать hide то есть скрыть на мобильных устройствах на планшетах и на компьютере просто скрыть можно но я сделал дубликат как бы шаблона вы это видели поэтому я не боюсь нажимаю на кнопку remove удаляющие меню сохранить обновляюсь вы видите все верхушка исчезла дальше вот этот копирайт его в принципе мы можем отключить вот здесь вот футер хайт выберем нажмем сохранить но у нас скорее всего останется там синяя полоска да вот она поэтому мы обратно переходим на layout вкладочку прокручиваем сам вниз и это модульная позиция футер мы тоже ее удаляем сохранить обновляемся все футер больше нет и последний момент здесь это у нас находится в меню переходим майн меню хом страница главное переходим параметры страницы вкладка его 10 показать заголовок выбираем нет сохранить закрыть обновляемся все у нас чистый белый лист можно сказать холст на котором мы будем творить лендинг красивый лендинг дальше у нас компонент установился он находится сразу здесь в компонентах или же у него есть вот уже своя вкладка spp builder можем кликнуть по ней выпадающим списке нажать пейджи страницы и создаем сразу страницу назову ее например главное и сейк клаус видим что страница вот здесь вот назначена теперь нам нужно привязать нашу страницу именно с этой странице которая создана в spp builder и для этого мы переходим меню майн меню переходим в главное выбираем пункт меню и вот здесь у нас появился spp builder ссылка она появляется только тогда когда вы установили компонент кликаем и выбираем pages ждем обновление страниц обновилась и нам еще нужно выбрать саму страницу в параметре ниже выбрать и вот она самая главная которую мы только что создали в компоненте spp builder выбираем сохранить закрыть если обновимся у нас тут также ничего нет все подготовительные работы мы выполнили теперь можем уже начинать как бы строить контент переходим spp builder pages переходим в главное и нам нужно создать первую секцию кликаем вот на эту ссылочку синюю у нас появляется вот такая вот секция посмотрим на наш демо пример у нас здесь есть большая картинка зеленый бэкграунд начнем давайте с нее чтобы загрузить бэкграунд так как у меня вот здесь вот есть такая шестереночка она будет появляться над каждым нашей вот этой секции кликаем по ней в подачи в списке выбираем первый вариант первый этот пункт здесь мы ничего не трогаем здесь есть вкладка ставил стиле кликаем по ней давайте прокручим ниже и вот выбрать изображение появляется загрузчик из компьютера я выбираю изображение у меня уже подготовлен изображение не забудьте на рабочем сайте изображение все оптимизировать через специальный сервис который я не раз упоминал своих уроках и в последнем выпуске топа то есть сервис сжимает изображение без потери качества это обязательно нужно сделать если вы хотите чтобы вас ваш лендинг быстро загружался здесь вы можете видеть что мы можем загрузить много чего аудио видео и так далее нас пока это не интересует после загрузки изображения нам нужно кликнуть мышкой на это изображение и появится кнопка insert мы на нее кликаем изображение вставлено дальше чтобы нам лучше понимать что делать дальше мы сначала нажмем на apple это как бы сохранение да и необходимо нажать нажать еще вот здесь вот сейф идем на сайт обновляем страницу нас картинка уже поместилась во всю ширину холста так давайте зайдем еще раз по шестереночки ставил вот здесь у нас уже по умолчанию есть отступы некие нам это не нужно мы отключаем ставим по нулям прокручивая ниже здесь нам нужно сделать по моему примеру вот здесь вот scroll то есть чтобы наш фон прокручивался вместе с сайтом ниже блок мы рассмотрим с фиксированным фоном и нажимаем также apple сохранить дальше в нашем примере здесь есть от текст и по заголовок до для этого мы кликаем вот поэтому вот этой иконочке по за по центру и у нас появляется список всяких примочек для лендинга те которого ниже вы видите не активны они доступны только в про версии компонентов мы будем довольствоваться только бесплатными плагинами так сказать данного расширения выбираем вот этот вот блок текста в поле title ну вы можете сознательный текст писать или пока тренируетесь писать что угодно я пишу демо также title то есть это для уже для seo если это первый основной заголовок для этого заголовка демо выбираем тег h1 размер данного заголовка я убираю 100 пикселей прокручиваем ниже можно выбрать шрифт из существующих для данного заголовка я его не трогаю цвет для данного текста выбирается здесь я возьму белый далее title марджин топ то есть это для нашего заголовка отступ сверху я выберу 100 пикселей на margin button это отступ снизу смотрите это отступ между заголовком и под заголовком под заголовок которого напишите вот здесь я поставлю 10 пикселей и здесь я пишу под заголовок позиция всего это дело то есть нашего текста по центру выбираем далее я перехожу на вкладку style и здесь есть такие параметры как пазинг внутренние отступы и отступ снизу этот будет он вот здесь я ставлю 50 пикселей смотрите если мы сейчас сохранимся то у нас сразу и справа и слева и наверху про ставится 50 пикселей нам этого не нужно чтобы у нас в других параметрах с других сторон не проставлять 50 пикселей нам нужно будет поставить здесь 0 пикселей и просто можете скопировать продублировать вот в эти другие стороны здесь apple и сейф идем на сайт обновляем страницу нас начало положено единственно нас здесь под заголовок почти не видно мы можем пройти кстати чтобы попасть внутрь здесь есть карандаш такой кликаем по нему прокручиваем ниже выделим текст и вот просто по буковке б кликаем делаем жирность для нашего текста и сохраняемся обновляюсь и уже вот уже поинтересней в нашем примере у нас здесь большая область заливки картинкой до сверху отступ до текста и до кнопки достаточно много здесь у нас такого нет как это реализовать здесь у нас вот на нашей секции есть еще а такая иконочка гаечного ключа отвертки кликаем по ней и выбираем вот первый вариант здесь как раз таки мы вот тут вот padding внутренние отступы и зададим значит топ остров сверху я ставлю 200 пикселей и будто но ступ снизу 200 соответственно вот здесь вот мы проставляем обязательно по нулям apple и сейф идем на сайт смотрим вот у нас уже что-то похожее старайтесь не делать очень большие буквы потому что на мобильной версии все равно будет как-то обрезаться нужно как-то угадать если вы не хотите данный текст отключать потом на мобильных устройствах вот здесь у меня приемлемо смотрится 10 большевато получается также мы можем это все дело подредактировать во первых у меня все заглавными буквами здесь я написал маленькими буквами apple сейф вот уже лучше и можем просмотреть то есть старайтесь сразу вот так вот делать предпросмотр в браузере чтоб потом все не править что смотрелось хорошо каждый был блок сделали смотрим в мобильной версии сразу далее у нас идет следующий блок серого цвета давайте это сделаем чтобы добавить секцию 10 кнопка 1 фроу кликаем добавляется внизу секция она у нас серого цвета я захожу по шестереночки сразу вставил и background color вот здесь вот я выбираю едва серый цвет apple сейф обновляем страницу и у нас видно уже здесь появилось что-то чтобы все ровненько был у нас здесь секция 2 разбита на три колонки чтобы разбить значит на три колоночки у нас есть здесь вот такая вот кнопочка с плюсом кликаем по ней здесь есть уже готовы макеты разбиение на колонке или мы можем задать размер каждый из колонки какой-то свой вот здесь и нажать на кнопку генератор мы выбираем вот этот вот 3 3 колонки 444 кликаем сразу же видим что у нас появился три колонки с тремя такими кнопками где мы можем добавить некие вот эти вот аддона иконки до точнее не иконки а эти плагины у нас используются там иконки значит я кликаю по 1 и выбираю вот сердечко иконка здесь мы выбираем в поле иконка соответствующую иконку то есть та иконка которая будет подходить под наш текст я беру абсолютно какую-то произвольную дальше у меня размер иконки идет 100 это уже ниже вот этот сайт я пишу размер 100 дальше color то есть цвет иконки я выбираю здесь здесь параметров больше не сдаю вы можете уже посмотреть возможно здесь что-то сделайте еще иконка выравнивание по центру вот здесь нам нужно еще посетить вкладку style и задать некие отступы отступ сверху в паддинге 20 пикселей и снизу 20 здесь же мы выставляем по нулям left тоже 0 пикселей а вот эти отступы они нужны в основном для мобильного устройства потому что на мобильном устройстве иконки идут в один ряд в одну колонку и они прилипают друг друга то есть это отступ будет как бы между ними на сайте на большом экране особого отступа как бы визуально видно не будет нажимаем apple нажмем сохранить на сайте обновимся и видно вот иконочку нас прекрасно разместилась в нашем примере у нас под иконку еще существует текст поэтому мы в этой в первой вот этой колонке добавляем еще вот кликом по аддон еще добавляем текст выбираем вот этот текст поле текст вы пишете свой текст я пишу просто демо заголовок назначайте я оставляю как есть размер заголовка font size 46 в поле контент мы все удаляем здесь я больше ничего не ставлю ниже в самом низу контент алиган выравниваем текст также по центру переходим на вкладку style и нам нужно тоже создать задать здесь некий отступ небольшой отступ в паддинге в 10 пикселей и снизу 10 и справа не забываем 0 слева тоже 0 apple и сейф обновляем страницу наш у нас сами все прекрасно получается очень важно настроить как следует абсолютно все продумать у первые иконки с текстом потому что мы сократим сейчас время продублируем данные фрагменты и потом просто очень быстро нам нужно будет заменить там на 2 колонки иконку на соответственно другая но нам уже не нужно будет прописывать всякие эти отступы для этого там где иконка мы наводим мышь здесь есть такие два квадратика наложен друг на друга это у нас функция дубликата продублировать данную плагин мы кликаем мышкой у нас видно продублировалась зацепляем левой кнопкой мыши просто перетаскиваем в эту область то же самое проделаем с текстом так как это у меня дем просто сайт я текст не меняю потом если у вас блоки разместились вот неправильно иконка снизу да также можно прямо здесь зацепить левой кнопкой мыши за текст перетащить его просто ниже когда загорятся вот эти вот пунктирные рамочки значит мы можем отпустить данный плагин и он встанет на это место и то же самое мы проделаем для третьего также дубликат и дубликат и я это все дело переношу не забываем сохраняться идем на сайт обновляемся у нас с вами все получилось теперь лишь остается заменить иконки и заменить текст да я текст менять не буду я заменю только иконки нажимаем apple и у 3 заменим также иконочку здесь я беру абсолютно произвольные иконки сейф обновляемся все иконки у нас заменить так просмотрим в мобильном устройстве то есть конечно это не мобильное устройство это у нас идет как бы имитация у нас видите расстояние все тут все хорошо смотрится можно поменять ориентацию также телефона тоже смотрится все неплохо чтобы урок не затягивать я наверное забью его на две части то есть этот урок я заканчиваю в следующей части я вам покажу как сделать пролакс и вообще как сделать анимацию для всех объектов там есть тоже некие нюансы ну подвал здесь уже в принципе займет одну минуту вы уже сможете сделать его без меня на этом значит уроки останавливаюсь если для вас урок был полезным поставьте пожалуйста лайк и подписку на канал также я жду в комментариях идеи по развитии данной темы то есть что можно сделать еще в данном лендинге например меню с прокрутка до нужного объекта если все это вам будет интересно и полезно я жду комментарий конечно же если комментариев не будет значит вам достаточно этого материала который я записал и продолжать развивать данное направление то есть именно связано с этим компонентом с этим шаблоном а я не буду потому что материалов уже много и у меня много на других расширениях я показывал как делать вот такие лендинги поэтому на этом здесь все до свидания если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главные примечания хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь